Всем доброго времени суток. Свадьба тут? Нет, не тут. Мне это напомнило как раз-таки кадры из этого фильма, когда Севка пришел к Наде, видит ее и спрашивает, Надя, ты тут? Такое очень часто можно было наблюдать, когда были только стационарные телефоны, и человек звонит и говорит, алло, ты дома? А где я еще могу быть? Этот телефон только в доме. Ну, потом, конечно, люди обзавелись такими длинными шнурами, ну, максимум можно было перемещаться из комнаты в комнату. На этом все. С таким телефоном, подмышкой или в кармане не погуляешь. То есть человек, который звонит, он слышит, что ты дома, то есть должен понимать, что ты доходишься именно дома. Нигде в другом месте ты быть, ну, никак не можешь. Это еще видео было снято в воскресенье, как раз-таки Севка упомянул, что нужно будет сделать трансляцию, нужно будет помочь Любе собрать деньги на лечение там какой-то своей родственницы. Не хочет он снимать. Кто уж тебя заставляет, не могу понять. Надя тоже сидит, вся какая-то погруженная в свои собственные думы. Севка это заметил и спрашивает, а че ты озадаченная такая, а? Ну, и Надя начала издалека. Говорит, да что-то вот со здоровьем не то. Где-то что-то потекло не туда, куда надо. Живот подтягивает. Но врач и говорил, что это будет. И будет еще хуже. Еще и плюс бегает. Вот несмотря на то, что где-то что-то у нее не то, она продолжает вести настолько активный образ жизни, будто вообще ничего с нею не происходит. Но я понимаю, что если человек здоров, можно позволить себе гулянки какие-то, да, развлечения. Но если плохо, ну, не будет человек ходить вот в самом деле. Ему нехорошо. У него какие-то проблемы со здоровьем. Ну, разве до каких-то там радостей и развлечений. Конечно же, человек начинает заботиться о том, что с ним происходит. Нужно выяснить, нужно вылечить себя. А здесь человек исключительно думает о том, что хоть и течет, но ничего страшного. Можно позволить себе и прогуляться. Но это ладно, если просто прогулка. Нет. Что у них намечается? Говорит Надя. Выключи камеру. Ей нужен от него совет. Какого-то личного характера. Мне так смешно стало. Запомни, Надя, хотелось бы мне ей сказать. На этом канале у Севки личное только у автора канала, который он тщательнейшим образом скрывает и оберегает. Но кроме того, что он хочет показать своим зрителям. Все остальное за семью замками и печатями. А у всех остальных, которые снимаются в его сериале, ничего личного нет. Все публичное. Но если кому-то это не нравится, вон, бог вон порог. Вышла и закрыла дверь с той стороны. Все, разговор у Севки в этом отношении короткий. Он говорил это неоднократно и продолжает напоминать, если вдруг кто-то забыл. Не хотите сниматься? Тогда вообще вам нечего делать возле меня. Да, у Нади какое-то лирическое настроение. Резко вдруг начала плакать. Куда пойти? Куда податься? Говорит, может быть на работу? Куда устроиться для разнообразия? Ну так думай. Вот точно как Севка. Оставляет, оставляет канал. И в то же время он продолжает здесь находиться. Так же, Надя. Но если ты хочешь найти какую-то работу, если ты понимаешь, что ты сможешь ее найти, будет у тебя такая возможность. То есть у вас в селе есть чем заняться. Именно заняться женщине вот такого возраста, как Наде. Ну тогда продумывай этот вариант, пробивай. Например, сейчас она не может этим заняться. Ей нужно восстановиться. И восстанавливаться ей надо будет, ну как минимум, несколько месяцев. Это при благополучном раскладе. Возьми телефон, начинай обзванивать. Там девочки, нужна работа. Я могу выполнять вот это, вот это, как вы знаете. Помогите. Есть ли возможность мне куда-то устроиться? Подскажите. Дайте номера там, адреса, пароли и явки людей, с которыми я могла бы связаться, и которые мне могли бы предложить эту работу. И все. Ну то есть тогда уже как-то шевелиться же нужно. А не так, что сидеть и плакать. Ну, Севка успокоилась, сказал, работа не волк, в лес не убежит. Не рыдай, Надя. Давай день рождения тебе отметим. И начали вот это обкашливать, весь этот вопрос. Давай, говорит, если хочешь, поедем туда, к тебе, в село. Я тебе запросто отвезу, назад привезу. Ты там соберешь всех своих друзей, вот этого баяниста Олю. В общем, всех, кого ты знаешь, кого ты любишь и ценишь, кого ты хотела бы видеть на своем празднике жизни. Ну, плюс еще я буду, мамку захватим. Давай, чего ты? И Надя задумалась. Я все понимаю, инициатива исходит от Севки. Дают бери, бьют беги, все это понятно. Но опять-таки вот, да, ну ведь после же операции, ну надо же думать сейчас как-то больше о своем здоровье, а не о развлечениях. Трястись три часа. Вот Севка, я посмотрела, он так стал настаивать на этом дне рождения, вот как с операцией. Он буквально вынуждает ее согласиться. Потом будет говорить, а я че? Ну она сама как-то заговорила. Она сама, вот видите, задумалась, когда ей сказал. Ну да, о чем задумалась, дитина? Я к празднике, а? Шов тянет, откуда-то что-то течет, а на три часа будет трястись в машине. Он вез ее из больницы, налетел там то ли в яму, то ли на кочку, так она чуть из шкуры не выпрыгнула. Глаза по стакану, за живот схватилась и такая, аж в зобу дыхание сперла. Больно! Я им поражаюсь. Что ТВ-шки, что Надя. Вот в этом отношении. ТВ-шку из ресторана нажрала, где сахар на операционный стол положили. Вернее, сама побежала на него, без проблем. Надя с операционного стола только слезла. И уже на днюху три часа ехать. Ради чего? Надя говорит, ну что ты меня дразнишь? Севка говорит, да почему же я тебя дразню? На полном серьезе отвезу. Отметим в твоем любимом заведении. Переночуем. А утром привезу тебя сюда обратно на перевязку. А ночевать поеду в гостиницу. Надя, а чего не умены? Есть же у меня все условия для этого. Ну какие условия? Какие условия? Севка сразу сказал, какие. Говорит, постель должна быть чистая. А у тебя, говорит, и ты спала, и Толик. Можно подумать, они лет по десять спали и не стирали постель. Тем более, Толика, насколько я знаю, уже лет одиннадцать, а может быть даже и двенадцатый год пошел, как нет на этом свете. Но постель наверняка за десять лет Надя всю уже заменила. А в гостинице туча народу спала. И Надя, и Таня, и Маня, и Саня. Ничего, нормально. И как там это все стирается? Ну тоже большой вопрос. И какие люди это спали? Тоже непонятно. Я согласна, конечно же, с Севкой, что если есть средства, если есть возможность, если есть гостиница, то, конечно же, удобнее остановиться и переночевать сам на сам. Севка говорит, я хочу, спокойно пойду в душ. В каком виде захочу, спокойно выйду. Хотя уже вряд ли получится, там мамка будет. В туалет смогу спокойно ходить. Не надо никого напрягать. Не надо морочить себе голову. Лучше, конечно же, остановиться там. Подумай, говорит Севка, подумай. Устроить это все, говорит, ну вообще никаких проблем. А хочешь, говорит, если тебе там, например, проблематично как-то ехать к себе в село, давай я тебе, говорит, на игрень повезу. Андрей шашлык приготовит. Хочет Андрей, не хочет. Его вообще никто не спрашивает. И спрашивать даже не собирается. Севку Наде напрягать неудобно. А тут она сидит и думает. Соглашаться или не соглашаться отмечать в чужом доме, не спросясь хозяев. Зачем им такое счастье? Хоть бы сказала, ну неудобно туда ехать без приглашения. Я так понимаю, кому неудобно, пусть тот и не едет. Да, Надя? Севка говорит. А если ты прям так хочешь видеть на своем празднике знакомые лица, ну не только которые здесь живут, но и оттуда из поселка, можно Олю пригласить сюда в Непр. Ну правильно, если табор не едет туда, пусть табор приедет сюда вот оттуда. Поселим, говорит, Олю в гостинице. Ну или если хочешь, пусть она здесь с тобой ночует. Ну или у мамы положим на кресло. Вот знаете, сидят два небожителя и вершат судьбы людей. У Оли хозяйство. Она сможет поехать? Надя говорила, что Оля вообще никуда не ездит. У нее работа непочатый край. А тут такое важное событие. Я так понимаю, что Оле вот кровь из носу, а ехать надо. ТВ-шку тоже вообще никто не спрашивает и в расчет не берут. Ей я так понимаю, что если в самом деле Оля приедет, ей запросто могут вот так вот Олю за ручку привести, сказать, вот креслице, ложись тут. А ты, мама, помалкивай в тряпочку. Тебя вообще здесь никто не спрашивает и твоим мнением не интересуется. И интересоваться не собирается. Севка все порешал. Ну а Надя чуточку подумала. Ну а почему бы и нет? Жизнь одна, живем один раз. Бог его знает, что нас ждет дальше. Эх, была не была. Согласная. Далее Севка говорит, я вообще полностью оплачу стол. Это будет моим подарком тебе. Тут Надя быстро сориентировалась. Говорит, ты мне уже и так столько подарков сделал. Вот если это на самом деле так, человек реально осознает, сколько было для нее сделано и чувствует какую-то неловкость за это, благодарность, тогда надо было на вот этом моменте решительно закрывать тему и сказать, нет, нет, все, даже слушать ничего не хочу. Какой день рождения? Ты что? Ты только что мне столько денег вложил в меня? Нет, нет, нет. Столько операций и все это, ну, зрители две операции оплатили. Но опять же таки, если бы не Севкин канал, кто бы знал Надю и кто бы ей стал помогать? Нет, решительно завязываю с этим делом и закрываем эту тему. Никакого дня рождения мне не надо. Вот тогда, да, тогда я бы в это все поверила, что оплатил операцию и поэтому она из благодарности боли, да и неудобно, согласитесь, ведь неудобно. В квартире поселил отдельной, теперь день рождения будет оплачивать. Ну, все, я так понимаю, что зубы и пластику, ну, грешно и стыдно, Севке теперь это все не оплатить. Интересно, там котлован случайно не намечается? А что? Это отличная была бы идея. Коля, мама, Надя, все будут жить в одном доме, лифт, будут кататься друг к другу туда-сюда, и бабки будет куда бегать, пожрать. Ну, на крайняк Надя придет, приготовит. Коленька будет их там всех лечить. Вы представляете, ну, как все замечательно устроится. Вот такой вот была моя первая часть этого обзора. Увидимся во второй. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока! Продолжение следует...